Я совершенно была обычный советский человек, и никаких у меня не было таких великих склонностей к определенному соблюдению устава церковного. Но тем не менее, меня, владыка, не только меня, владыка Ювеналий собрал вокруг себя. Он очень это деликатный, я не помню, что какие-то были. Там просто пригласил и все, и организовал, он назвал это диакония, от слова диакония. Ну, это был тип общественного совета. И я тогда познакомилась, и как-то мы так близко объединились с людьми, очень близкими друг к другу, по духу. И он организовывал в епархии, в чудном своем кабинете, вот эти общения. Эти общения были очень интересные, потому что ему писали многие о хорошем, что там писать. Очень много писем поступало с бедами, о плохой жизни, о помощи. И вот мы все собирались, и это было человек 20, наверное, да? Да, я помню, там был Александр Васильевич Завьялов, наш ректор, ректор Курского медуниверситета. Да, там было много человек 30. Очень много очень интересных, достойных людей, не потому что они занимали какие-то высокие посты, а только потому что, по всей видимости, к ним пришло какое-то новое понимание жизни, которое было исключено в то очень хорошее, по-своему, советское время. И вот после этого сближение Владыки происходило как на таком большом общественном уровне. Мы ездили с ним в районы. Очень большую роль сыграл в этой организации, вообще великолепный организатор Сергей Павлович Лаптионов. И очень много людей, которые ездили и по зову сердца, и потому что было великолепное общение с Владыкой. Чудное, чудесное, совершенно он не прилагал для этого никаких усилий, но общение превращалось просто в праздник. И каждый, вот когда было заседание диаконии, мы попадали в такое окружение, в какую-то любовь попадали. Он всегда нас угощал, там пирожки какие-то, чай. Это было все в нашем возрасте, мы еще помнили от наших бабушек. Это такое патриархальное, настоящее, соборное было общение, которое было освящено, конечно, любовью Владыки. В диаконии решало вопрос, ну, например, приходило много писем о помощи от сельчан из области. Там у кого-то дом сгорел, у кого-то еще что-то. Много приходило писем от осужденных. И мы всем этим людям, диакония решала, кому сколько помочь, сколько денег было выведено, сколько туда, сколько сюда. То есть вот такие вопросы, помощь людям, все это решало диакония. Как праздновать, как провести праздник тот или другой праздник провести. Вот, например, перед Пасхой, я помню, мы ездили, выкашивали полностью вот там, в Знаменской рощи, где местная епархия, выкашивали траву. Эту траву мы, значит, собирали и из телевизии. Когда батюшка Сергей Саровский приезжал к нам, много травы нужно было, тоже мы ездили косить. Вот. Многие вопросы решали, где коней. Например, красили. И по приезду с Афона вдруг Сережа звонит и говорит, знаешь, что все, кто ездил на Афон, становятся автоматически членами диаконии. И говорит, что завтра приходишь в 6 часов вечера вместе. Вот. И мы пришли на эту диаконию. Там я первый раз увидел ладыгу. Ну, что такое диакония? Барамадный длинный стол. Стоят чашки, все садятся, там чай пьют. У нас были две наши, ну, в компании в этой диаконии, две матушки, Наталья Васильевна Могнева и Любовь Васильевна Богданская, которые заведовали вот этими всеми, ну, как сказать, застольями. У них всегда были пирожки какие-то, там блинчики, в общем, какие-то такие пряники. В общем, все, что требовалось к чаю, они всегда это обеспечивали. Очень такие были, ну, заботливые, да, в этом плане. И всегда все хорошо обеспечивали. И вот там я первый раз увидел ладыгу. Сидел человек маленький, в центре стола. Так получилось, что напротив меня как раз, мы тут на этом сто сидели, в твоем, с Полиной Григорьевной. Вот. И поразил такой очень добрый, очень проникновенный взгляд. Он смотрит, как будто пронизывает тебя насквозь, как будто он знает каждое твое мысль, каждое твое слово, которое ты сейчас скажешь. Это было первое знакомство. Просто вот увидел я его, и потом мы разошлись. А потом уже был приглашен я, уже там вот в деканине несколько раз мы встретились. Собралась такая группа небольшая людей, которые очень часто посещали владыку дома. Вот там, ну, на праздники он приглашал, там, на чай, просто посидеть, поговорить. Мы к нему приходили, собирались, и вот он так с нами беседовал. И в один из таких вторых или третьих, может, приходов, я как раз начал тогда заниматься киотами, я подошел к Владыке, говорю, батюшка, а он вроде как уже знал, говорит, делай, 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 это доброе дело, хорошее, продолжай. Я у него, значит, пословение на работу, то есть на изготовление киотов, потому что все-таки дело такое-то, для икон все делается. Он говорит, делай, все это я делал, хорошее, доброе, давай, делай. Вот, и я ему сказала, что вот я поздно пришел к религии, у меня духовника нету, не было никогда. Он говорил мне, говорит, приходи в любое время, когда тебе нужно будет, по любым вопросам, не стесняйся всегда, можешь ко мне обращаться. Ну, и после этого мы часто приходили к Владыке, когда нужно было что-то решить, мы его не говорили. Вот, часто он звонил, звонил, приезжайте, а как-то, мы приехали, он говорит мне, вот видишь, беды нас объединяют, заставляют нас встречаться, что-то ему было нужно. Вот, я уже не понял, в каком вопросе, но он больше к Марине Григорьевне обращался, вот, и опять посидели, попили чаю. Он заказывал киотов или икон, нужен был ему куда-то подарок, он там, заказали моего друга, он не успевал сделать. Вот, батюшка Анатолий звонит, что делать, я говорю, ладно, я сделаю, я все просто сделал, привез, Владыке понравилось, вот, ну, слава богу, все, теперь мы, хотя мы икону отправили, теперь следом отправим этот киот. Ну, вот, всегда меня его восхищал, немножко пугал его взгляд, я всегда побаивался. Я не знаю почему, но вот, когда он так смотрел мгновенно, вот, вот он тебя на схвате всего видит. Стас Улыбков, никогда Владыка не отпускал просто так человека. Он всегда какой-нибудь подарочек делает, или иконку подарит, или какую-нибудь книжечку, или еще что-нибудь там. Обязательно он просто так человек от него не уходил, всегда он делал какие-то маленькие подарочки, вот, в честь посещения. Оранжерею, которую батюшка построил в Золотухино, вот, тоже там помогали очень много. При строительстве очень многое помогало ребят, которые вот ездили, действительно помогали. Да, вопросов было очень много, все сейчас вот так просто, навскидку, не вспомнишь. Но очень большую работу проводила Диакония. Я даже был, честно сказать, расстроен, когда Диакония прекратила свою работу. Потому что, когда чувствуя себя сопричастным к какому-то по-хорошему, доброму делу, ты сам, вроде бы, как-то поднимаешься духовно. Потом вдруг оказалось, что Вольфик и не нужен стал никому. И ты не нужен, и твои дела не нужны. Хотя, вроде бы, мы оставались. Потом, когда Владыка болел, уже последние его дни, месяцы, мы каждый день приходили туда, определенный ряд людей, приходили каждый вечер с Владыкой, молились вечером. И месяц или полтора, или, может быть, даже два, перед его смертью, каждый вечер мы вместе с ним молились. Вот. И потом, когда Владыка умер, тоже мы 40 дней после смерти Владыки, тоже мы продолжали каждый день собираться там и молиться. Ну, как-то мы сразу осиротели после того, как ушел Владыка, потому что не с кем было ни посоветоваться, ни поделиться, ни души отвести. Я до сих пор чувствую недостаток Владыки, потому что у меня сейчас духовника нет. И вот состояние не очень такое хорошее в духовном плане, потому что я уже давно на Афоне не было чего собираюсь. Ну, может быть, даст Бог на следующий год. Все управит, мы с ним поедем на Афон, опять съездим, еще раз помолимся, посмотрим, Владыку помянем. Потому что каждый раз, когда мы ехали на Афонах, шли к Владыке, просили у него благословения. Молились вместе. Он, да, он нам давал благословения. При езде с Афона ехали к нему опять, благодарили ему. Какие-то подарочки мы сюда привозили. Он нам до ответа давал подарочки. Всегда это было с шуткой, всегда это было с весельем, всегда это было с чаепитием. Ну, как-то такая была компания, очень добрая, очень мудрая. Мы сейчас, когда встречаемся с друг другом, как братья, и называем друг друга братьями, ну, что поделать. Вот не стало Владыки, и наше общение стало меньше. Слава Богу, сейчас вот организовал Маслов и Маслов Марина вот этот фонд. Много помогают людям тоже, наверное, сейчас. Вот я редко с ними сейчас встречаюсь, потому что в силу жизненных обстоятельств нашей семьи. А так мы раньше часто встречались.